Всем привет! У нас Сап Клаб сейчас проходит распродажа премиального бренда Starboard. Вы можете забрать доски со скидкой из наличия или заказать сапы по сладкой цене, которые приедут к вам в ноябре. Но мы видим ваши вопросы и сомнения по некоторым технологиям. Я расскажу вам поподробнее, что же такого непривычного, но очень интересного есть в сапах бренда Starboard. И отвечу на вопросы, для чего это все нужно и какие плюсы и минусы. Дабл-чембер. Или, если быть проще, двойная камера. Немногие бренды умеют делать такие сапы хорошо, а вот Starboard делает очень качественно. Вся загвоздка в геометрии. Это достаточно сложная конструкция, и мы понимаем ваши опасения. Но, друзья, это же Starboard. После различных проверок и тест-драйвов таких технологий, бренд максимально уверен в высоком качестве исполнения и смело дает пятилетнюю гарантию на свои надувные сапборды. Зачем же нужна двойная камера, спрашиваете вы. Из плюсов технологии, в первую очередь, отмечу, это безопасность. Если на воде, не дай бог, вы столкнетесь с каким-то предметом, который может проколоть или порвать сапдоску, у вас останется буй в виде этой второй камеры, на которой можно доплыть до берега или дождаться помощи. К тому же доска останется при вас, а не на дне моря. Ну и во вторую очередь, это жесткость, которую он придает доске. Технология Icon. Вогнутая форма на палубе позволяет вам стоять ближе к воде для большего контроля. При необходимости упоры можно использовать для ног, напоминает упоры у Red Pedal Elite. А ребра на дне доски в стиле катамарана, придает большую устойчивость. Я думаю, такие борта также хорошо влияют на курсовую устойчивость. Что такое The Wall? Выглядит непривычно, согласен, но очень интересно. Ребята вдохновлялись своими жесткими досками. Это имитация дагаута ванночки на жестких досках. То есть, этот бордюр увеличивает жесткость доски, что позволяет уменьшить толщину сапборта даже на длинных 14-футовых досках. Стоя ближе к уровню воды, вы чувствуете себя более стабильным, особенно в ветреных условиях, что позволяет вам чувствовать себя комфортно на более узкой и быстрой надувной доске. Ну а еще защищает от попадания воды на палубу и позволяет сохранить баланс, упираясь ногами в борта. Ну и классная камера хранения для вашего багажа. Вот как раз Бруно ее и использует. Woven Drop Stitch. Серия досок Deluxe сделана из материала Woven. Это очень прочный материал с хорошей жесткостью. Такой тканый материал весит меньше, чем вязаный. Соответственно, и доски гораздо легче. У нас есть обзор, где мы подробно рассказывали, как делают сапы. Обязательно посмотрите, если еще нет. Такой материал используют многие премиальные бренды. Red Pedal, Indiana и Starboard. А в чем же разница толщины досок 12 см и привычной всем толщиной 15 см? Например, при одинаково разных размерах сапборда, но один из них с толщиной 12 см, будет лучше с точки зрения стабильности, так как вы находитесь ближе к воде. При этом у вас амплитуда грибка меньше и весло вы регулируете короче. На этой доске меньше сопротивление ветра, то есть легче выгребать против и идти с боковым. Такая высота подойдет некрупным райдерам или подросткам, а также подойдет тяжеловесам при нужной ширине, например, 86 см. Или шириной меньше, но в сочетании с технологией The Wall. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, я на них отвечу. С ассортиментом досок Starboard вы можете ознакомиться на сайте subclub.ru. Спешите, досок на распродаже становится все меньше. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok